Девушки отдыхают Привет, с вами Авто МПС Я в приподнятом настроении И в приподнятом месте Это азербайджанские горы У меня Шкода Кодиак Причем вы знаете, что Шкоду Кодиак делают И в Нижнем Новгороде собирают И в Младобладиславе Так вот здесь вся гамма автомобилей Есть три версии Лаурин Клемент Которые нам прислали специально оттуда Низ сборки Нижнего Новгорода Скаут из этого ряда И автомобиль Спорт Лайн Вон он, он красненький То есть мы сегодня поможем вам разобраться В этом разнообразии моторов Двигателей Дорожного просвета И сами получим удовольствие Вместе с вами Я хочу только сказать, что Имейте ввиду Двигателя 125 лошадиных сил Который, ну самый такой бюджетный Где начинается Шкода Полутора миллионов Такого двигателя здесь нет Здесь у нас Спорт Лайн Бензин 180 лошадей Сидения профилированы Все вы увидите Как настоящие спортсмены Выезжают в горы И может быть попробуем Где-то, так сказать, сделать угла Это у нас мотор Который дает Дает 150 лошадей Ну и будет 180 бензиновых лошадей Поехали Вот смотри Я сижу Высоко Могу сесть ниже Поехали Электричество мне помогает Сверху у нас люк Через 300 метров Кстати Нити налево Вот Но у нас с тобой здесь Шик и блеск В салоне Что ты скажешь По первому впечатлению Это скаут В принципе достаточно Нашпигованная машина Поскольку И это шпон Это дерево И неплохая музыка стоит Ну, наверное Единственное, что у нее нет Это виртуальные панели Да, у нее обычные Привычные стрелки Но, честно говоря Я больше люблю стрелки Ну, вот да Мы с тобой увидим сегодня еще Виртуальную панель Нам обещали В принципе Сзади Здесь места более чем достаточно И еще Конечно, это автомобиль Семиместный Но ты имея в виду Что салон у них При семиместном варианте Он Никак не увеличивается Там уменьшается багажник И все Поэтому ты ставишь этот ряд Если он тебе нужен Тогда нет багажа Да, тогда нет багажа Поэтому, пожалуйста Ну, мне не нужен этот ряд Там Тесница У меня нет такой семьи Я получаю большой багажник Да Что в принципе достаточно важно Да Там чуть ли не 560 литров багажник Да Значит, несколько режимов движения Это адаптивный амортизатор Пневмоподвески здесь нет Нет И можно так потихоньку расшифровать Значит, мысль Ты сейчас следи за этими режимами Я буду следить за камерами Потому что тут говорят Их бешеное количество Кстати Петр, смотри Здесь фишка Шкоды Чего нет ни в каком Фольксвагене Нигде У нее два бардачка Вот основной бардачок Вот бардачок, который расположен Куда можно положить Такая нычка от жены Куда можно прятать Если она не знает Какие-то вещи Да, кстати, если будете в Азербайджане Здесь нет порогов 20 км в час Максимальное превышение 10 км И при всей лояльности Места полицейских Лучше не нарушать Здесь мягенько все Мягенько приятно Здесь стоит система автоматической парковки То есть параллельный и перпендикулярный Плюс обзор камер на круговой обзор на 1000 км в часу У нас есть еще подрулевые лепестки Ну, да, стандартно, скорее всего, для ДСБ Итак Хороший автомобиль По водительским моим ощущениям Здесь умеренный, спокойный автомобиль Достаточно комфортный Ни на каких там советских почках Которые мы проезжали в городе Он нас не подвел Режимы всех показал Точно они соответствуют нашим ожиданиям Ну, вот сейчас попытаемся имитировать вывешивание Ну, тут вряд ли получится Надо, наверное, горку покруче найти Ну, хотя бы вот Вот она начинает буксовать Если Включить режим off-road Она показывает, как видите, вот здесь уклон И, соответственно, отключает систему курсовой стабилизации Что позволяет перекидывать момент На одно из колес Вот вы видели, как отлично работает полный привод У него Вот Саша сейчас нам расскажет Работает все на самом деле Хорошо в тот момент, когда вы Деактивируете систему курсовой стабилизации Ну, это нормальная ситуация Это, в принципе, сегодня грешат многие кроссоверы этим Это действительно-то не нужно В данный момент мы вывешиваем машину Соответственно, отключив систему курсовой стабилизации Мы можем позволить себе сделать что Передать момент на колесо Одно из колес, вернее Или пару колес, которые имеют лучшее сцепление с дорогой В данный момент это передняя правая И задняя левая Так, как у нас теперь задняя дверь Опа, смотри Молодец Так Вот так вот, да И никаких тут перекосов Ребята, имеет смысл? Друзья, ну вот торжественный момент Когда мы пересели в нормальный автомобиль Шкода Кадьяк Ценники которого там укладываются Где-то там от полутора Можно до двух И двух, двести миллионов Но при желании можно еще наворотить Вот у нас навороченный Сильно, чтобы он отличался от Скаута Мы вот С Александром Не заметили Тут вот, видите Там такая, такое деревенское дерево А здесь что-то вот Где-то дождь прошел Человек дождя где-то руками погладил Да, там скаут написано На сиденьях Но сиденья Акантара Такие двух Цветные почти Очень стильно В серых тонах Здесь сиденья профилированные Прекрасно тоже держат Со всех сторон И они простроченные Ну, кожа или там Курзам Мы не будем спорить На эту тему Руль Руль здесь подрезанный Там, по-моему, руль круглый 180 лошадиных сил И вот главное отличие Что здесь мы тратим бензин А там мы тратили Дизель 6,5 литров на сотню Да, я пока снимал Метался там И в спортивной линии был Красненького цвета Автомобильчик Но там тоже отличия состоят в том Что от этого автомобиля Профилированные сиденья Такие спортивные Да, с высокими подголовниками Цельными И в общем Все остальное Да, это маркетинговый ход На самом деле 180 лошадей Бензин Коробка DSG Семиступенчатая Вот что может, то может Здесь нет Подрулевых лепестков Которые были В скауте у нас И вот мы сейчас попробуем Если будет Так же Разгоняться Дохло Нет, ну мне кажется, что Нет, она поживее, конечно же Она поживее Но вот смотри На третьей передаче Как она Раз Смотри Видишь, как она Подхват Здесь он Как бы ощутимый Нормально Прекрасно Прекрасно Вот в ручном режиме Я ставлю Хорошо с плюсом Вот еще одно Отличие У нас же там не было Ассистента движения На пол По полосе Да, здесь стоит Активированный Ассистент Здесь стоит Система предупреждения О столкновении Активная Кстати, тоже И, собственно говоря Все Нам сказали Корову надо Объезжать Справа Справа Интересно Как она будет С нами Разговаривать Так Священное Животное Друзья Итак Мы в горах Опа Делаем Небольшой тест На валкость Версия у нас 150 Лошадиных сил Дизельный мотор Коробка ДСГ Семиступенчатая В принципе То, что Было И на Скауте Но За Исключением У нас Новая Цифровая Панель Я специально Взял Автомобиль Чтобы показать Его вам Специально Я хочу Догнать Впереди Оторвался Чуток Экипаж Наш На Спортлайне Здесь у меня Land Rover Значит Если я еду У меня сейчас Скорость 60 Вот я пытаюсь Топтать Педаль Да И вот так Немножко Думать Думать Коробка Думать Нет Чтобы она Раз Сразу Подхватила Меня Такой Обгон Не устраивает Вот так Вот если Раз В ручном Режиме И то Вот смотри Как долго Здесь Интересный Нюанс Что Настройки Настройки Они Ну вот Мы Сейчас Ехали В режиме Нормали И в нормале Да Он в повороте Балится Режим Спорт Он пожестче Становится Ну и Вседорожный Режим Со снежинкой Когда Автомобиль Сам Если Ты не Едешь По бездорожью И В нормале То он Ведет себя Ну так Как бы Намекает тебе Переключи со Вседорожный Режим Потому что Немножко Думает Есть Пробуксовки А во вседорожном Режиме Очень хорошо Сразу Понимает Что нужно Делать Цепляет Колесами Пока Не было Замечаний И Версия Вот С цифровой Панелью Мне нравится Ну вот Выскакивает Цифра 66 Она не в центре Как я привык А чуть справа Зеленый фон Наверное Можно менять Подсветку И так далее Ну в общем Быстро Привыкаешь В электронный век Это уже Как-то Смотрится Четче Мы же Перешли На цифровую Телевизию Наверное Здесь Это Тоже Веление Времени Что мы Попробуем Увидеть Справа Или Слева При Параллельном Движении Как едет Автомобиль Лаурин Клемент Это Автомобиль Который Имеет Образ Городского Автомобиля Полноприводного Стильного Несущего Редкую Серию Основателей Марки Шкода Ну а видели Он там Мелькнул Сейчас В зеркале Какие Особенности Если у нас Бамперы Пластиковые То здесь Окрашенные В цвет Кузова Если у нас Спереди Вы тоже Увидите Скауте Например Особую Накладку То здесь Таких Накладок Нет Здесь Очень Культурно Сделано Так Чтобы Автомобиль Смотрелся В городе Вполне Достойно Но конечно Не такой Как Это Не такой Автомобиль Как Мы едем Сейчас Спортлайн Спортлайн Изменил Мое отношение К Кадьяку Я вам Уже Об этом Говорил После Того Как я Даже На 180 Сильном Автомобиле Проехал На 180 Сильном Кадьяке Проехал С разгоном С обгоном Мне показалось Что это Просто Я давлю В подушку Я люблю Быстрый Разбор Нет У Даже Двухлитрового Бензинового 180 Сильного Кадьяка Нет Такой Отдачек Который Я от него Б ждал Но Когда я Сел В этот Автомобиль А Сел Я Правда После Дизельного 150 Сильного Это Вообще Небо И земля Не Валится Нет Дизельные 150 Сильный Не Валится Автомобиль В поворот Отлично Себя Вел Мы Там Показали Это На дороге Ну Как Отлично Как Хорошо Ведет Себя Эта Машина Ну А Зачем Покупать Который Настройка Шасси Работа Двигателя Вместе С мотором Все Работает Слаженно Гармонично Самое Главное Атмосфера Атмосфера Здесь Черный Потолок Вставки Все Очень Благородный И Цвет Внешний Красный Когда я Разгоняюсь Я делаю Вот так Вручном Допустим Слышите Звук Какой Слышите Вот Сейчас Чуть ниже Опущусь Так Это мы на третьей передаче Сейчас Пойдет Разгон Слышите Звук Слышите Благородный Мягкий Сочный Спортлайн Накатался Там По серпантинам Горным И оказался В городе Баку Город Баку Имеет Хорошую Разметку Поэтому Включаем Движение По полосе Включаем Контроль Дистанции И Отпускаем Руль Так Видели Видишь Подруливает Так А мне Не левее Не левее Не левее Правильно Молодец О Уже Желтая Как только Желтая Значит Все Надо Браться За руль Итак Наш Тест Обзор Вседорожника Кадьяк В Азербайджане Вот здесь Где все натуральное Начиная от овец Которые выходят С ходами На дороге Заканчивая Вот этими Вот ручьями Чистыми Которые Текут С этих Девственных Гор Я попробовал Все версии И могу вам сказать Абсолютно Определен Бензиновая версия Это Нижегородский Вариант 150 Лошадиных Сил И 180 Лошадиных Сил Они Дадут вам Необходимую Динамику И в то же время Чуть побольше Расход Чем дает Дизельная версия Дизельная версия Мы попробовали Это 150 Лошадей Нормальный Автомобиль 5,6 Литров Расход Нормально На этих Серпантинах При этих Замедлениях Ускорениях Я думаю Что в целом Автомобиль Которые Производят В Нижнем Новгороде Собирают По тем ценам От полутора миллиона До двухсот До двух миллионов Трехсот Вполне Хороший Может быть Выбор Если кто-то Хочет получить Немецкий Автомобиль Но В нашем путешествии Были и версии Специальные Из Млада Болеслава Это Спортлайн Это Версия Скаут Это Версия Лаурин Клемент Лаурин Клемент Это Действительно Красиво Но это Больше Городской Автомобиль Скаут У него И бамперы И свесы И образ Внешний Да Он больше Вас провоцирует На путешествии На деревенские Походы Если говорить Об автомобиле Которые Мы попробовали Спортлайн Это Красного Цвета С хорошими Сидениями Спортивными Да Это Уже Вас Подогреет Больше Да Больше Спортивного Интереса Но В целом Если говорить О Шкоде Современной Шкоде Я Скажу Что Ясно Что Нижегородские Будут стоить Дешевле Чуть-чуть Чем Привезенные Из Влада Болислава Это Чуть Уже Уходят За 3 миллиона 3,5 миллиона Со всеми Упциями Предложили нам Мы увидели И новую Цифровую Панель И мы Увидели Всевозможные Надписи На сидениях На ковриках То есть Шкода Сегодня Сремится Показать Что Средний Россиянин Может жить Почти Как олигарх И зачем Ему Спешить На таком Спокойном В смысле Спокойном Очень уверенном Потому что В поворотах Он В любом Варианте В любом Режиме Особо Большой И как Мы Увидели Это Вседорожный Автомобиль Способный И вывешивать Колесо И съезжать С самых Разнообразных Препятствий Кузов Абсолютно Не перекашивается Я Нахваливаю Этот Автомобиль Исключительно Потому что Да Он мне Пришелся По вкусу Я бы Не купил Только По одной Причине Я люблю Более Динамичный Автомобиль Вот Таких Моих Требований Может быть Они Ну Где-то Уже В другом Классе Автомобиль А здесь Куда Спешить В современных Проках Гармоничный Спокойный Уверенный Автомобиль С вами был Блог Авто МПС Путешествуйте По нашей Необъятной Родине Не забывайте Подписываться На наш канал Хорошего дня Продолжение следует Редактор субтитров